Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, глава 11 стихи 8 и с 11 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском сиродальном переводе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. «Верою и сама Сарра, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами в пятницу обращаем свой взор на послание к евреям святого апостола Павла, глава 11 стихи 8 и с 11 по 16. Здесь апостол Павел продолжает свое рассуждение на тему веры и ее значимости в деле нашего спасения. И действительно, у апостола Павла не только в послании к евреям, не только в послании к галатам, но и в других посланиях, в той или иной степени отражается этот мотив веры и необходимости и важности веры в деле нашего спасения. В послании к галатам он говорит о том, что галатийцы приняли благодать Святого Духа не от дел закона, а от слуха веры. То есть, услышав весть о Христе и поверив во Христа Иисуса Воскресшего, они получили благодать. Конечно же, мы с вами все понимаем, что первенство веры в деле получения благодати, но и необходимость дальше дел веры для умножения этой благодати. Как говорит апостол Иаков в своем соборном послании, вера без дел мертва. Действительно, это взаимодополняющие друг друга вещи. Вера первична для получения благодати, а дела необходимы для того, чтобы вера оставалась живой, живым огнем, освещающим земной путь человека и освещающий ту дорогу, по которой он идет в Царство Небесное. Хотелось бы верить, тот узкий путь, узкую тропу, которую каждый из нас должен пройти, следуя за Христом в этом пути. И здесь он дальше продолжает рассуждать, давать примеры от Священного Писания, потому что действительно Священное Писание Богодухновенно и имеет непререкаемый и непреложный авторитет. Именно на него мы должны ориентироваться в вопросах веры. И первое, о чем говорит сегодня апостол Павел, это вера Авраама. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел, не зная, куда идет. Действительно, вера порой толкает нас в неизвестность, в неизведанное, заставляет нас выйти за пределы комфортного жития, заставляет действительно раньше людей, не постящихся, теперь поститься. Раньше людей, встающих, как придется, теперь вставать поутру и совершать молитвенное правило, выходить за рамки привычного бытия. Авраам пошел в ту страну и туда, куда указывал ему Бог. Но для начала он сказал, выйди и иди в страну, которую я укажу тебе. Не которую я указал уже, а которую я укажу. Знаете, это как выехать из дома по навигатору, не имея конечной точки. И получая, скажем так, направление только в процессе пути. Для этого нужна очень большая внутренняя смелость и внутренняя, что самое важное, доверие. Вера, как доверие в промысел Божий. Доверие промыслу Божию у нас с вами. Соответственно, Авраам это сделал. Пошел в страну, куда укажет ему Господь. И это вменилось ему в праведность. Это доверие Богу. Ведь не было еще заключено завета, не было еще дано никаких заповедей. Был призыв. И вот отклик на этот призыв дал возможность обрести праведность Аврааму. Действительно, Господь стучит в сердце каждого из нас. И апостол Павел сегодня как раз таки об этом тоже говорит, что нужно услышать этот призыв Божий. Не пройти мимо храма. Не отложить священное писание на верхние полки вашего книжного шкафа. Положить ее на стол, чтобы всегда открывать ее. Чтобы читать, чтобы вдохновляться. Положить рядом молитвослов. Чтобы не пройти мимо храма, не пройти мимо Господа Бога. Соответственно, далее апостол Павел продолжает развивать примеры. Потому что не только на одном Аврааме содержится вот это утверждение, что верою праведник жив будет. Речь идет о Саре. Веру и сама Сарра, да, супруга Авраама. Будучи неплодым. Мы помним историю. Они уже были действительно даже по современным меркам, когда качество жизни значительно улучшилось. У людей есть питание, у людей есть медицина. И люди стали жить дольше. Даже по нынешним временам Авраам и Сара – это была глубокая старость. Какое деторождение в таком возрасте может быть? Но они доверились Богу. Мы помним, что там непростая история была с Сарой. Она сначала усмехнулась, но потом Господь все-таки убедил ее в том, что она будет выносить ребенка. Она получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Она тоже доверилась Богу. Очень важна совместная супружеская вера. Очень важно совместное упование. Очень плохо, конечно же, к сожалению, что так случается, что кто-то в семье верующий, а кто-то, слава Богу, хотя бы не агрессивно неверующий, а просто, скажем так, принимающий это как неизбежное. Такое тоже бывает. Обычно женщина входит в храм, а мужчина снисходительно ей позволяет это делать. Это тоже неправильно. Это показывает несовершенство нашего института, брака. Потому что мы видим, что не происходит, и люди не понимают, что очень важно быть одним целым. А получается, что один верит, другой не верит. Вот это единство уже дает, так сказать, трещину и может стать критичным в определенный момент. Поэтому очень важна совместная вера двух людей в семье, образующих семью, образующих единство плоти. И будут два в плоть единую, как говорит нам Священное Писание. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, как бесчисленный песок на берегу морском. Мы видим рождение множества потомков от, казалось бы, вот такого омертвелого начала. То есть уже он показывает, что действительно и Авраам, и Сара уже были в значительно преклонных летах. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они странники и пришельцы на земле. Им была обетована земля, но дальше апостол будет по тексту говорить, что они-то пришли в землю, которую им обетовал Бог, но они все равно говорили, что они пришельцы. Значит, не об этой земле они мечтали. Они мечтали о Царстве Небесном. И именно поэтому за это их понимание, глубокое понимание истины религиозной жизни, Бог им не наследится, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Какой город? Небесный Иерусалим. Им Царство Небесное, которое уготовано и нам, дорогие братья и сестры. Поэтому, не смущаясь ничем, будем молиться и открывать Богу свое сердце, готовя Его к очищению, готовя Его к встрече с Богом, будем творить добрые дела и обретать праведность по вере, которая будет жива добрыми делами. Поэтому будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!